Сейчас посмотрел выступление главы Осетии Вячеслава Бетарова на Осетии Рестон и заметил такой момент, что его выступление, его прямой эфир оказался гораздо более содержательным, чем прямой эфир вчерашнего Владимира Владимировича Путина. Что нам сказал Путин? Путин сказал, что я продлеваю каникулы, ну а по факту денег нет, но вы там держитесь. И спихнул всю ответственность на регионы. Бетаров же сегодня час даже больше отдувался, отвечал на вопросы, говорил о том, что он вместе с бизнесом создает фонд, где они будут оказывать адресную помощь, объяснил, почему он не может закрыть границы, сказал, что мы руководствуемся законом Российской Федерации, через нас идут важные грузы, мы не можем закрыть границы. Я в этом уловил намек на Рамзана Кадырова, который руководствуется законами Чеченской Республики и перекрывает границы. Ну, Рамзан Кадыров и вообще Чечня, вот они правда состоят в Российской Федерации, они обладают полными правами субъекта Российской Федерации, в отличие от остальных регионов. До недавнего времени был Татарстан, но Татарстан загасили, как мы это все прекрасно видели. Опять же, и тут, кстати, параллельно я вижу твит Насима Талеба, это автор книг «Черный лебедь», «Антихрупкость», это человек, который фактически, но он не предсказал мировой финансовый кризис, он выдал концепцию своего «Черного лебедя», неожиданного события, которое нельзя прогнозировать, но постфактум его уже можно прогнозировать. О том, что кризис вот-вот наступит, и как раз случился 2008 год, у меня как-то удалось, ну, я имел счастье с ним пообщаться лично, мы брали у него интервью, и мне удалось там буквально пару минут с ним поговорить. И вот сейчас он написал твит, в котором он пишет, что, ну, он прямо говорит, что, так, сейчас зацитирую вам, «Чем дальше от конкретного человека администрация, тем выше уровень безрассудства и некомпетентности. Если этот вирус нас чему-то и учит, то это локализм». А я, опять же, рад, что у меня с этим человеком единомыслие, я буквально недавно в своем телеграм-канале «Райден» писал, так, сейчас вам тоже процитирую, «Россия – это страна, где без пресловутого астинского хионизма не выжить. Родственники в России – это богатство в прямом смысле слова. Государству всегда проще давить людей поодиночке. Сопротивляйтесь семьями, родами, привлекайте арвадалта, собирайте тукхум, поддерживайте тейпы». В своем твите Насим Талеб пишет «You, your family, your town, your region, country, state». То есть, ну, тезисы буквально одни и те же. И это так в унисон попало с речью Бетарова, где вдруг в момент кризиса всю ответственность спустили на глав местных регионов. И вот справятся они, они будут молодцы. Не справятся они, точнее так, если они справятся, Владимир Владимирович будет красавчиком. Он же любит вообще забирать себе в лавры все. Он скажет, что это он справился. Если они не справятся, он скажет, что это не справился конкретный глава региона. Причем не глава региона, которого мы выбрали, а которого он нам еще и назначил. Благо в Осетии нельзя назначить человека, пока еще нельзя назначить человека, который вообще никакого отношения к Осетии не имеет. Я вообще сказал эту фразу, а потом подумал, ну вот в Дагестане тоже вроде бы нельзя было назначить человека, который никакого отношения к Дагестану не имеет. Но в итоге же назначили Васильева. И что, ситуация в Дагестане конкретно улучшилась? Я что-то этого не помню. Так вот, пока в Осетии... Так, извините, это мой телефон. Тут подслушивает меня. Кстати, меня это серьезно реально беспокоит. Пока в Осетии... В Осетии не рискуют назначать человека, который никакого отношения к Осетии не имеет, дети которого в Осетии не живут, который не ведет в Осетии никаких дел. Ну, если Вячеслав Зелимханович не справится, скажут, вот ваши местные кадры не справляются, я вам назначаю какого-нибудь там Пупкина или Иванова, он будет рулить в Осетии. Поэтому я, если честно, очень надеюсь, что Вячеслав Зелимханович очень справился. Во-первых, от этого зависит огромное количество жизни в Осетии, потому что я коронавирусную угрозу воспринимаю абсолютно реально. Это серьезная угроза. Во-вторых, я все-таки надеюсь, что в головы жителям Осетии наконец-таки придет, что Россия может существовать только как федерация. Как только приходит авторитарный режим и он закручивает все гайки, эта страна разваливается. А я этого очень не хочу. Более того, я не верю, что человек из Москвы будет лучше знать, в каких решениях нуждаюсь я, житель Осетии. И он будет лучше понимать ситуацию, чем житель Осетии. У меня в этом большие сомнения. Поэтому я тоже лично качаю за локализм. Я качаю за то, что, ну, как в Швейцарии местный кантон там решает буквально 90% вопросов, которые решаются на местном уровне. То есть он не отдает на откуп их федеральному правительству. Я тоже не хочу, чтобы местные вопросы отдавались на откуп какому-то федеральному правительству, какому-нибудь там чуваку, сидящему в администрации президента, который собирает там какие-то документики и делает выводы. Так, вот я сейчас положу папочку там с одним кандидатом Путину и с другим кандидатом. И так подставлю, чтобы вот он этого кандидата выбрал. Ну, одним словом, Битаров на самом деле, правда, это хорошая прямая линия была. Он молодец, старался ответить на все вопросы. Конечно, было немного смешно про то, что он сказал, что вот мы разработали ряд мер, и потом заявляет о тех мерах, которые были спущены с федерального, которые были разработаны на федеральном уровне. Понятно, что никто никаких мер разработать не мог. Все находятся в шоковом состоянии. Все не понимают, что делать, как спасать бизнес. А это огромное количество людей. Как спасать рабочие места, как помогать людям. Да, конечно, я сейчас вижу огромное количество бизнесменов, которые реально помогают. Там бесплатный хлеб. Вот у нас была история с имбирем, который вдруг вырос до каких-то колоссальных цен. И цены на лимоны взлетели. Но опять же, я выхожу в ближайший магазин и вижу цены на лимоны абсолютно нормальные. То есть, есть конкретно 2, 3, 4 не очень порядочных бизнесмена, которые завышают цены. И эти истории расходятся моментально по всей республике. Но большинство бизнесменов, по крайней мере, которых я знаю, они наоборот оказывают помощь. То есть, буквально мне мой товарищ написал. Сейчас там тоже процитирую. Тем временем, сегодня видел своими глазами, как парень, сам живущий на съемной квартире, арендущий склад на Виколине, торгующий фруктами и овощами. Более 100 пакетов с продуктами, собранных для помощи малоимущим, распределил между своими работниками для доставки по адресам. Пока что вот эти горизонтальные связи, вот этот иронзенат, вот это то, что нас связывает, я сейчас не имею в виду только Остин, а всех жителей Осетии. У нас есть горизонтальные связи, родственники, соседи, у нас живое комьюнити. И поэтому даже в такой кризисной ситуации в Осетии не будет той жести, которую мы будем наблюдать там на территории какой-нибудь Рязанской области. Без обид к жителям Рязани, Челябинска и других городов я просто реально озвучиваю те факты. У нас бизнесмены, правда, пытаются помочь. У нас, правда, люди пытаются помочь своим родственникам, своим близким, своим соседям. И в меня это вселяет некий оптимизм и некую уверенность. И даже те слова, ну, Битара, ну, Битара выглядела растерянно. Кстати, я бы это заметил Заурфорнив, что у него растерянное лицо. Вы знаете, это хорошо, что у Битарова растерянное лицо. Я бы гораздо беспокоился, если бы у него было безразличное лицо. Я думаю, что если бы он был Василием Пупкиным, который никогда не жил в Осетии, у него было бы безразличное лицо. А так человек реально переживает, что делать. Потому что это кризисная ситуация. Но огромное количество бизнесменов готово помогать. Даже депутаты местные, там, муниципального собрания, которые реально не за один закон проголосовать не могут и не в состоянии. Ну, только по указке сверху. Но даже они на каком-то базовом нижнем уровне, вот как простые пацанчики-типулики, которых там большинство, они понимают, блин, так нельзя, надо что-то как-то помогать. И там развозят антисептики, там помогают какие-то пакеты с едой, ну и прочую помощь оказывают. Конечно, если бы у нас была нормальная республика, у нас была бы нормальная иерархия власти внутри республики, те пулики бы занимались бы вот такой адресной помощью, а люди, которые бы сидели в законодательных органах, они бы разрабатывали какую-то схему, которые бы, ну, они бы изыскивали средства, разрабатывали какие-то законопроекты, какую-то, налаживали какую-то систему взаимопомощи. Но этого не происходит, и мы довольствуемся тем, что есть то, чего может не оказаться в других регионах. Это вот чувство ближнего своего. Ну вот, как бы такими мыслями хотел поделиться. Ребята, мы все входим в довольно серьезную ситуацию, да? Кто-то в Петербурге на гараже нарисовал героев из скетч-шоу «Крутой пике». Помните было так, да? Вот мы сейчас находимся в этом «Крутом пике». Но я уверен, что если мы в Осетии будем сохранять ирон зенат, если мы будем чувствовать ближнего своего, да, а я как православный христианин, для меня главное – возлюби ближнего своего. Кто мои ближние? Это жители Осетии. Если мы будем придерживаться этих принципов, то, в принципе, мы из этого тяжелой ситуации выйдем. С потерями, но выйдем. Мир вашему дому. Спасибо, что остаетесь со мной. Всего хорошего.